В эпоху глобальной цифровизации программирование становится распространенным навыком. Возможно, вы пишете скрипты на баши или простые программы на Python. А может быть, вы опытный программист серверных приложений. Как бы то ни было, человек в одиночку может сделать сравнительно мало, нежели несколько разработчиков, объединившихся в команду. Этот обзор посвящен простому началу работы с программой контроля версий Git, которая в современном мире стала главным инструментом совместной разработки. Проект был создан Линусом Торвальдсом для управления разработкой ядра Linux и является полностью открытым и свободным. Как это ни странно, всем известный GitHub, принадлежащий компании Microsoft, в уме многих пользователей является чуть ли не центром мира в вопросе совместной разработки. Но родился Git на другой стороне баррикад. В мире без SMS и контекстной рекламы. Более того, в этом видео будет продемонстрирован пример работы с Git-репозиторием, размещенном в сети I2P, которая не подвержена блокировкам, цензуре и отслеживанию реального месторасположения сервера. Это привносит свои бонусы в работу. Например, свободу от лицензионных обязательств, из-за которых в обычном интернете репозитории проектов нередко удаляются, потому что они переходят дорогу компаниям вроде Google, Microsoft и им подобным. Пересказывать все возможности Git-а не имеет смысла, потому что официальная документация скомпонована в виде приятной книги, которую можно бесплатно читать на сайте, либо скачать в удобном формате. В качестве первого примера продемонстрирую внесение изменения в существующий репозиторий. Это наиболее популярная потребность, через которую люди впервые сталкиваются с практическим использованием Git. Я изменю файл Readme из чужого репозитория. Git представляет из себя файловое хранилище с фиксацией и версионностью файлов, и репозиториями здесь называются отдельные проекты, которые создают пользователи. Так как у меня нет прав на изменение файлов в этом репозитории, мне необходимо его форкнуть. По-простому говоря, это значит, что папка с проектом из чужого профиля копируется в мой, и я могу изменять в ней файлы. В шапке моего репозитория появились иконка вилки и надпись, которые сообщают о первоисточнике репозитория. Большинство веб-интерфейсов Git позволяют менять файлы прямо в браузере, но я хочу изменить репозиторий локально на своем компьютере, как это обычно происходит с программным кодом, который нужно не только изменить, но и протестировать. Так как в моем случае необходимо направить программу Git в сеть I2P, настраиваю прокси. Если прокси вам не нужен, пропустите этот шаг. Можно сконфигурировать прокси под конкретный адрес, либо глобально. Я использую Git не только в скрытой сети, но и в обычном интернете, поэтому мне не нужно, чтобы Git отправлял все запросы в I2P. Задаю прокси для конкретного адреса git.community.itp. Клонирую на машину свой репозиторий, который я только что форкнул. Репозиторий скачался в одноименную папку docs. Если вам понадобится, чтобы папка называлась не так, как называется репозиторий, просто напишите нужное имя в командной строке через пробел после адреса репозитория. Открыв нужный файл, я вношу изменения. Язык разметки, который вы видите, это Markdown. Простой язык, файлы с которым обычно имеют расширение .md. Сохранив изменения в файле, я пишу Git статус и вижу, что Git сообщает мне о измененном файле, который не добавлен в индекс. Чтобы файл попал в ближайшую фиксацию изменений, надо написать git add и имя файла, либо точку, чтобы добавить всю директорию. Теперь Git сообщает, что изменения в файле readme будут внесены в commit. Менять больше ничего не собираюсь и делаю commit командой git commit. После флага "-m", добавляю комментарий, который является названием коммита. После команды статус, Git отвечает, что незафиксированных изменений нет, и предлагает сделать push, чтобы отправить текущие изменения в удаленное хранилище. Ввожу логин и пароль. После обновления страницы браузера оказалось, что хоть изменения на месте, но я сделал глупость. Вместо того, чтобы заключить ссылку в скобке, я просто испортил ее вид. Снова открываю локальный файл и исправляю оплошность, после чего добавляю в индекс измененный файл, делаю commit и отправляю его на хостинг в сети i2p. Теперь все как надо. Запрос на слияние моей копии с основным репозиторием называется pull-реквестом. Создаю pull-реквест через веб-интерфейс. Указываю название и комментарии. После чего в основном репозитории, который был форкнут, появляется новый запрос на слияние. В pull-реквесте отображаются все коммиты и построчечные изменения. После некоторого ожидания я получил два письма на электронную почту. В первом письме – уведомление о новом комментарии к моему pull-реквесту. А второе сообщение – о том, что запрос на слияние был принят, слит или смержен, кому какой термин больше нравится. Обновив страницу основного репозитория, видно, что присутствуют мои изменения. Также уведомление о слиянии появилось и в веб-интерфейсе. Теперь разберем другой случай, как создать свой репозиторий с нуля. Для этого я создаю тестовый репозиторий через веб-интерфейс. Делаю его приватным, то есть невидимым для других пользователей. И долго не настраивая прочие параметры и комментарии, нажимаю кнопку «Создать». Гид подсказывает порядок действий, необходимый для добавления существующего гид-репозитория в этот, либо для инициализации нового репозитория из обычной локальной папки. Я вошел в тестовую папку у себя на компьютере и создал в ней пустой файл. Основная магия происходит после команды «gid init», которые превращают обычную папку в гид-репозиторий. По факту в папке создается «directoria.gid», в которой хранится вся служебная информация о версионности. Задаю в новом локальном репозитории адрес сервера и отправляю туда мое содержимое. После обновления страницы в браузере мы наблюдаем, что все локальные файлы появились на удаленном сервере и видны через веб-интерфейс в только что созданном репозитории. Вы можете видеть, что коммиты приходят мне от имени моего аккаунта, хоть я отправляю их на сервер под логином и паролем. Это связано с тем, что коммиты делаются локально, и в них записываются идентификаторы, заданные на локальном компьютере. Чтобы сервис распознал мои будущие коммиты корректно, необходимо задать в настройках гита электронную почту и никнейм, которые совпадают с моими регистрационными данными. Для проверки создаю второй пустой файл, добавляю изменения в индекс, делаю коммит и пушу изменения на сервер. Как видно, теперь в коммите отображается аватар и имя из моего профиля. Последнее и самое очевидное, что может пригодиться, клонирование или по-простому скачивание репозитория без использования гита. Возможность доступна во всех веб-интерфейсах. Для этого найдите на главной странице репозитория, пиктограмму, скачивание и выберите нужный формат архива. В завершении хочу отметить широкий спектр применения скрытой сети I2P, в которой можно хостить абсолютно разные ресурсы. Вкупе они образуют новую, независимую экосистему, не подверженную блокировкам и цензуре. Мир, труд, опенсурс, скрытые сети. Продолжение следует...